Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. За провалом прорыв в Барнаульском частном секторе обрушилась часть дороги, течет канализация, а проезд засыпан мусором. Ближе к природе, в поселке Ягодное местные жители и дачники устроили свалку прямо в лесу. Столкновение мнений, поговорим с разными экспертами о том, как в идеале управляющая компания должна следить за нашими домами и за все ли она в ответе. А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт talknews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы не решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Не улица, а ящик Пандоры. На Симпалатинской, в поселке Кирово, проблемы не успевают сменять одна другую. Обрушилась часть дороги, проезд заблокирован мусором, стоки канализации текут прямо на улицу. Кто должен закрыть этот ларец с бедами? Разбираемся далее. Она пьется, мы уже пьемся пять лет. Все у нее заросло. Из канализации соседнего дома на улицу периодически выходят нечистоты. По словам Нины Андреевны, она обращалась в ТОС и в администрацию центрального района. Никаких сдвигов нет. Приходит, все нормально, она вот не пускает 2-3 дня и не проходит вода. А лужа вот аж вот здесь вот мы это вот засыпали, это вот все вот сюда идет. Вот она была, видите, с утра сегодня. Поток из канализации идет и в колодец с питьевой водой. Нина Андреевна обратилась еще в одну инстанцию – Роспотребнадзор. Дали мне ответ, что воду взяли с колодца, нет никаких микробов, ничего. Вот, колодец как стоял запечатанный, так и стоит. Заливает дорогу стоками из канализации, как видно, несколько домов. Еще одна проблема – улица, по которой проходят коммуникации, технические люки и газопровод, тоже тонет. Только в сорняках и мусоре. Это центральный наш проезд. Это центральный проезд? Вы посмотрите, даже столбы эти газовые, это же надо, это же может сломаться. На этом проблемы на улице Семипалатинской не заканчиваются. Еще одна появилась, когда соседи Нины Андреевны начали прокладывать водопровод. И вдруг, не спрашивая, здесь кран приехал или как он, эскаватор начал рыть, разрывать. Ну как так, давайте разрешение на работу с землей, у нее никакого разрешения нет. Разрешение получили, но в процессе работы сломали одну из дорожных плит и повредили дренажную канаву. Разрушенное после себя не восстановили. Жители все сделали сами. Вот он привез плиту, сами никто ни копейки не дает, что водопроводил. В ТОС поселка Кирова сказали, что для решения всех этих проблем у них нет ни средств, ни полномочий. Мы же ТОС, вы знаете, мы не решаем никаких проблем. Мы вот наводим благоустройство, порядок. Вот сейчас к лунду сажу, праздники проводим. А вот такой порядок теперь. Администрация только имеет право наказать или выписать штраф или составить акт. На улице Семипалатинской мы столкнулись с не совсем типичной для нашей программы ситуацией. Проблемы здесь создают себе сами жители. И главный вопрос, кто должен контролировать их действия? Юристы в сфере ЖКХ подтвердили, что эти полномочия есть только у администрации района. Она должна выдавать разрешение и выписывать штраф. Но, к сожалению, даже элементарные контрольные функции не исполняет. Сами жители создают себе проблемы и в поселке Ягодное. Они пытаются сэкономить на том, что может принести прибыль. Грузовиками здесь вывозят мусор в лес. Но могли бы организовать раздельный сбор мусора. Мы уже рассказывали, как можно заработать, сдавая на вторичную переработку металл, пластик и стекло. Вопрос в том, найдутся ли энтузиасты в Ягодном, которые смогут сломать такую простую и понятную схему. Выбросил и забыл. Вот сюда непосредственно вываливался мусор, который привозился на машине, на грузовой. Елена показывает, где ей повезло жить. За забором лес, а в нем грибы и ягоды. Но быстрее всех растут кучи мусора. Завалили мусором вот уже буквально недавно в этом сезоне. Сейчас закончится сезон летний, начнется сезон осенний. Все местные жители понесут свой мусор с дачи. Опять же, вы сюда. Мусор свозят не предприятия и не частные бизнесмены. Местные жители. Не знаю, я думаю, что раз бутылки и отходы бытовые домашнего происхождения, так сказать. Чем дальше в лес, тем больше человеческого. Слишком человеческого. Дети природы, дачники, несут ей дары. Раритетные телевизоры, компьютеры, бутылки. Несут мешками. Вот навалено, вот навалено по обеим сторонам. Куда ни глянь, ага, куда ни посмотри, все везде завалено. Здесь же бутылки бьют, и потом тут же идут эту ягоду смотрят, грибы эти роют здесь. По словам Елены, за лесом никто не следит. Не разрыт, например, противопожарный ров, да и мусор убирать тоже никто не пытался. Елена уже обращалась в администрацию района. Пообещали мне таблички, табличек нету. Сказали, что сделали они запрос в Алтай лес, выясняют, кому принадлежит этот лес. Вот, все, пока на этом тишина. Как говорит Елена, на собрании собственников только недавно все же решили поставить мусорные баки. В деревне Ягодном есть два контейнера, но это огромная территория, которая, видимо, не справляется. И вывоз не справляется, и люди не успевают туда доходить. В данной ситуации компетенцию имеет именно район администрации. Именно она должна отслеживать, то есть не зарегистрированные свалки, а отслеживать граждан, которые в неположенном месте вываливают мусор, который у них скопился. Даже если инстанции сделают все, что от них требуется, радикально изменить ситуацию смогут только жители. А теперь поговорим о проблемах многоквартирных домов. Один из главных вопросов, как управляющая компания должна содержать здание, и что она реально может сделать, учитывая финансовые возможности. Мы поговорили с двумя экспертами, чтобы вы смогли сравнить две точки зрения. Управляющие компании должны заниматься домом ежедневно, ежемесячно, каждый год, составлять план, акты осмотра визуального здания и выполнять все необходимые работы. Вот яркая картинка. Мы смотрим на этот дом и видим, что отмостки здесь, вот показываю, вот сюда, разрушены. Отмостка у дома должна иметь уклон не менее 3%, то есть отводить все талые воды, и от снег, и с крыши, и так далее. Окна в подвал должны быть оборудованы, и, значит, стеклянные должны быть рамы, как минимум две, то есть герметичность подвала должна соответствовать. Мы видим вот по этой картинке, что окна в подвал вообще для мышей, крыс, кошек, собак доступны. Здесь должна стоять, кроме того, что должны быть рамы застекленные, здесь должна стоять решетка диаметром 0,5 на 0,5 сантиметров, то есть чтобы ни крысы, ни мыши не проникали. И она должна быть плотно подогнана. Это дает как раз возможность, чтобы не было никакой инфекции с этими, особенно с кошками. У нас есть любители, которые любят кошечек содержать, подкармливать. Этого не должно быть, и их там не должно быть в принципе. Я ознакомился с видео общественника и могу сказать то, что невозможно, ища только слепой войны, найти какой-то мир. Как это связано с ЖКХ, сейчас объясню на простом примере. Допустим, у вас есть ванная комната, и вы вызываете строителя и просите его провести ремонт. Он, естественно, приходит, оценивает ремонт, который необходимо провести там. И говорит, что вот, допустим, у вас первая кафельную плитку, надо все поменять, необходимо поменять трубы, а также бегущий унитаз заменить. И выставляет вам цену в 1000 рублей, ну, условно говоря. Вы, посмотрев в карман, видите, что вы за год можете только 100 рублей накопить. И в итоге что получается? Вы не можете полностью всю ванну сделать. Ну и он, естественно, вам не будет ее бесплатно делать. И получается ситуация, что и подрядчик, то есть мы, как управляющая компания, являемся заложниками данной ситуации, потому что мы можем делать работу только за счет собственников. У нас нет никаких иных денежных средств. И собственники не понимают, на что именно они заключили договор. Касаемо договора, то есть в городе Барноле, если вот взять, у нас средний тариф на одну комнатную, допустим, 30-ти квадратную квартиру составляет 10-12 рублей с квадратного метра. То есть в месяц примерно 300-400 рублей вы только платите на ремонт вообще. Остальное все оплачиваете в качестве оплаты коммунальных услуг. И на эти деньги управляющая компания как-то должна именно работать. Хотя в городе Новосибирске, вот, в принципе, на официальном сайте Новосибирска это опубликовано, минимальный тариф установлен, причем администрацией города, а не кем-то именно частным, составляет 18 рублей 90 копеек с квадратного метра на вот над дом, например, пятиэтажку, да, с газом, именно с газовым оборудованием и обычным содержанием. Сравнили, да, 10 и 18 рублей. Управляющая компания города Барнула, понимая, что они не могут людям предъявить такую большую квитанцию, да, и идут навстречу, потому что понимают, сколько они здесь фактически получают. Действительно, не всегда управляющая компания имеет финансовую возможность устранить все мельчайшие недостатки. Но бывают ситуации, когда она все же не желает выполнять даже самую необходимую работу. Если это ваш случай, если вас беспокоят коммунальные проблемы, обращайтесь к нам, заполняйте форуму на сайте толкньюс.ру, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль, до встречи!